В этом году исполнилось 100 лет со дня Октябрьской революции. Существует огромное количество мнений и оценок тех событий, зачастую диаметрально противоположных. Однако бесспорным остается то, что эта дата имеет колоссальное значение для мировой истории и забывать о ней нельзя. Борьба, победы и поражение переломного 1917 года отражаются и в песнях того времени. Песня «Товарищ песня» – такое название дала своему сольному проекту известная оперная певица, лауреат международных конкурсов, обладательница мощного меца-сопрано Екатерина Нефедова. Революционные песни мне очень близки. Большинство песен вокальной лирики о любви. То есть это музыка любви. А здесь идет музыка борьбы, причем борьбы за светлую идею. У Екатерины Нефедовой немало поклонников, которые с нетерпением ждали этого концерта. Ее творчество направлено на патриотические песни в основном. И поэтому на желающих, на вот такой репертуар Екатерины Нефедовой много. Я в восхищении. Она такая молодая, интересная, красивая. А какой голос чудесный. А как она ведется на сцене. Ну, очень артистично. Вот на корочках этих, вот я дарю вот эту книгу ей. И вот здесь я все это написал. Здесь все. Любовь, уважение. Как к артисту, как к человеку, как просто красивой женщине. Вот здесь все это есть. Со сцены прозвучали самые известные песни времен гражданской войны и революции. Как закалялась сталь, интернационал, смело товарищи в ногу, варшавянка, марсельеза, полюшка поля, погоня, щерц. Как родная меня мать провожала. Как оказалось, Екатерина Нефедова не только талантливая певица. В роли историка она выступает не хуже. Постаралась, насколько возможно, объективно осветить эти революционные события. Но я не просто осветила их исторически. Я каждое событие историческое привязала к песне. Таким образом, публика в полной мере погрузилась в атмосферу того времени, пронизанную бойцовским духом, отвагой и стремлением изменить этот мир к лучшему. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.